Белый клык может остаться без хозяина. Приют для кошек и собак столкнулся с новой проблемой. В наших информационных выпусках мы рассказывали о единственном Карачао-Черкесии госпитале, где проходят реабилитацию раненые и брошенные животные. Как они готовятся встретить осенний листопад и зимнюю вьюгу и при этом не погибнуть. Светлана Шаганова побывала в приюте и узнала все подробности. У входа нас встречает четвероногий хозяин Хан. Он охраняет кошкин дом. Здесь небольшой переполох. Каждая кошка хочет попасть в объектив телекамеры. Только британец Шаг сидит в сторонке. Немного скромничает. Не зря ведь голубых кровей. К законам общежития многие уже здесь привыкли. Только новички Василиса и Капитошка взобрались высоко и общаться не желают. А вот эта жгучая брюнетка готова была вцепиться когтями в наш микрофон. Асти просто не желает давать интервью. Ведет себя дерзко и неспроста. Кошка попала под колеса автомобиля. Вовремя пришел на помощь Анар и вернул ей жизнь. Асти сейчас проходит реабилитацию. А может именно здесь живет ваше пушистое счастье. Мир разделился на два лагеря. Одни любят кошек и собак, другие нет. Но однажды увидев вот этих пушистых животных, поверьте, мир становится ярче и добрее. Жизнь в приюте «Белый клык» вроде бы налажена. Собаки и кошки, пройдя необходимое лечение, восстанавливаются. Трехлапый султан зализывает свежие раны. Не в бою пострадал от жестокости людей. Вопреки известному фразеологизму, кошки с собаками живут здесь дружно. Наверное, благодаря хозяину Анару. Вот такую любовь они испытывают к своему спасителю. Но животные чувствуют скорое расставание. Меня забирают в армию и ровно год я буду отсутствовать. И моим животным срочно нужен человек, люди, которые смогут весь этот год ходить и ухаживать за ними. Ведь эти животные попали к нам с улицы, покалеченные, больные. Нам срочно нужны волонтеры, добровольцы. Животные остаются одни. И если не найдется человек, который сможет ухаживать за этими животными, то, к сожалению, все эти животные просто погибнут. Печальная мира едва выглядывает из своей будки. А ведь снимало и бездомных людей, которые сейчас ищут свой кров. И у них есть возможность хотя бы на время решить свой жилищный вопрос. Пожить здесь и ухаживать за животными в отсутствии анара. Небезразличные люди продолжают помогать приюту Белый Клык. Очень хотелось бы попросить вас о помощи, что в отсутствии, когда меня не будет, хотелось бы собрать средства на корма, чтобы мы перечислили эти деньги зоумиру, поставщикам нашим, которые поставляют каждый месяц нам корма. Чтобы не было никаких проблем, мы очень нуждаемся в вашей помощи. И надеемся, что вы нам поможете. Солнечный октябрь всем на пользу. И людям, и животным. Рыжик окрасился в цвет осени, принимает солнечные ванны и любезно позирует на камеру. Кто-то мечтает о новом хозяине и новом доме. В приюте уютные вольеры, пуховые перины и ковры. Но все же есть надежда обрести постоянное жилище. Все кошки и собаки привиты, стерилизованы. А главное, от них исходит доброта. И взамен эти причудливые мордашки хотят такого же к ним отношения. Хоть закон и принят об ответственном обращении с животными, но пока нет возможности у государства открывать приюты для кошек и собак. Да, это затратно. И пока эта бездомная пропасть будет существовать, так и будут гибнуть эти беззащитные существа. Ведь таких благотворителей, как Анар Баширов, единицы. Остается только протянуть руку помощи вот этим усатым-полосатым. А в ответ услышать – чистосердечное, собачье, кошачье. Спасибо. Светлана Шаганова, Алибастанов. Вести Карачаева Черкесия. Из приюта «Белый клык». Такой была среда в Карачаево Черкесии. Прямо сейчас продолжение фильма «Возвращение». Приятного просмотра и ждите везде.